рос обыкновенным мальчиком всегда была мечта стать сварщиком потому что мой папа был сварщик а я помню когда папа варил гараж там на гараже замок внутренний ставил это было интересно смотрел на эту сварку так сильно смотрел у меня там отворачивали а мама говорила не смотреть на все равно этому краткой смотрел соответственно наловился зайцев но мне все равно нравилась эта профессия вот только руки нужны только желание нужно самое сложно было начинать это правильно посчитать правильно подумать как это установить я люблю эту работу это моя любимая справа которую с детства я как-то мечтал и наверное эта мечта которая осуществилась родился в городе болграде восемьдесят втором году рос обыкновенным мальчиком всегда была мечта стать сварщиком потому что мой папа был сварщик папа мой умер в девяносто третьем году но мечта моя не остановилась где-то в девятом классе пришел представитель суворовского пт у предложил поступим говорит вот если вы заканчивать будете школу приходите к нам мы здесь кормим здесь учим но это было просто как манна с неба я думаю ну это вообще хорошо потому что мама 1 2 студента лёша поступил годом раньше а тут бесплатно я поступаю в это суворовское пт у отучилась три года могу сказать что первые два года я вообще на красный диплом шел ну я закончил можно сказать отлично и когда закончил первые два дня на в 2000 году я закончил два дня я был дома и сразу пришло уведомление с вин завода работать сварщиком я пошел не задумываясь четыре года отработал сразу в эти четыре года входят альтернативная служба и так получились обстоятельства что я понял что я могу больше я открыл свое предприятие перешагнул ну какие-то наверное моменты свои которые были пороги какие-то а сегодня двадцать четвертый год вот я 17 лет уже оформлен в 2007 году я оформил предпринимательство ну и ни разу не закрывал плачу налоги исправно как положено вот и работаю только руки нужны только желание нужно самое сложное было начинать это правильно посчитать правильно подумать как это установить как весь этот процесс я проходил своим горбом и разумом и вот где-то свои ошибки и это дало устойчивость подняться и не упасть это мое место я здесь на входе на выходе не знаю лучше и хуже но я стараюсь на быть здесь да я очень я помню когда папа варил гараж там на гараже замок внутренний ставил это было интересно я как любой не знающий что можно поймать зайчиков смотрел на эту сварку так сильно смотрел у меня там отворачивали мама говорила не смотреть на все равно этому краткой смотрел соответственно наловился зайцев но мне все равно нравилась эта профессия это же так ну я не знаю как говорят может быть где-то брутально а где-то и эксклюзивно насчет заказов никогда не жаловался у меня есть домино она еще по сей день здесь мы взяли с братом играть в домино когда не будет заказов так вот я могу ответственно сказать ни разу я его не раскрыл покажите обязательно покажу домино она даже она уже растерялась но там в ящички вот там присутствует вот это домино и брат здесь присутствует недавно смеялись говорим ни разу не открыли это домино поиграть в этом ящике вот она это домино который не сыграла еще ни разу вот она так и хранится у нас от здесь такой технический беспорядок штанги циркуль все но вот так вот домино случайно я заболеваю в январе месяце начало января что-то у меня в горло начало побаливать кашлею и температура лежу первый день пролежал второй день вижу ничего не заканчивается мне напарник выслал одно видео в на вайбер она записана в тик токе я никогда не был зарегистрирован в тик токе даже и не знал эту соцсеть есть instagram есть facebook я так где-то что-то посматривал и вот так вот ограничился этим захожу на эту ссылку там попросили меня авторизоваться я не очень понял что это такое ну и случайно я зарегистрировался не понимая подтверждая да 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 и я зарегистрировался в тик токе попадается мне видео зарсус это парень с херсона я вам скажу что это блогер такой по крайней мере учит продает свои уроки но больше рассказывает даже наверное не в тех уроках а вот просто слушая его я его послушал и он сказал так возьмите телефон выверните на себя камеру и попробуйте сказать что-то я до этого в instagram фотографировал под музыку что-то ставил но она никогда не залетала ну 60 может быть просмотров там 100 просмотров и это было нормально я вывернул телефон как посоветовал этот блогер попробовал его чудо очередное силуида камышовка поставили ворота вот хозяин хозяин ворот по моему он очень доволен ворота внимание ваш первое мое видео это были ворота виноградовки и я вот и заснял и они 900 просмотров это было супер второе мое видео я делал ступеньки доме малевинского она вообще просто шикарно там позалетала ну и все и началось и вот на сегодняшний день у меня под 400 тысяч просмотров есть на видео есть по 200 тысяч по 60000 но тик ток меня рванул конкретно меня узнали где-то за пределами района и я думаю что действительно это была простота это была искренность очень важно что я действительно искренно показываю в той форме одежды как я работаю я не в пиджачке и галстуке потому что это не моя сущность моя сущность действительно это пусть он будет грязный свитер но он чистый работой просто мы я для души для людей чтоб видели может кто-то что-то чему-то научиться уже просят даже какие-то стримы чтоб я делал я не очень это умею но наверное я буду людям показывать они хотят же в прямом эфире чтоб я показал как это мы гнем как это мы варим и и там один написал только обязательно говорите когда будете зажигать дугу глаза поэтому я это запомнил я буду говорить глаза классно тут наступные статус стримы думаю да